Новые галоши. Рассказ о зиме Любови Фёдоровны Воронковой. Наступила настоящая зима. По льду через реку протянулась дорога. На стёклах мороз нарисовал всё, что ему вздумалось, и на улицах залёг глубокий снег. «Танюшка, ты одевайся как следует», — сказала бабушка. «Теперь не лето». И принесла ей из чулана зимнее пальто с меховым воротником и вязанный шерстяной платок. А через несколько дней мать привезла Тане из города галоши на валенке. Галоши были новенькие, блестящие. Если проведёшь по ним пальцем, они так и заскрипят, так и запоют. А когда Таня вышла на улицу, следы её печатались на снегу, как пряники. Алёнка полюбовалась на Танины галоши, даже рукой их потрогала. «Ах, какие новые», — сказала она. Таня посмотрела на Алёнку, подумала. «Ну, а хочешь, давай разделим», — сказала она. «Тебе одну галошу и мне одну». Алёнка засмеялась. «А давай». Но посмотрела на свои валенки и сказала. «Да она мне не влезет, очень валенки велики. Вон у них носы-то какие». Подружки прошлись по улице. «Во что бы поиграть?» Алёнка сказала. «Пойдём на пруд, на льду покатаемся». «На пруду-то хорошо», — сказала Таня. «Только там прорубь». «Ну и что ж». «А мне бабушка не велела на прорубь ходить». Алёнка оглянулась на Танину избу. «Ваша изба вон где, а пруд вон где. Бабушка-то увидит, что ли». Таня и Алёнка сбегали на пруд, покатались на льду. А домой вернулись. Ничего бабушки не сказали. Но бабушка пошла на пруд за водой, вернулась и говорит. «Татьянка, а ты всё-таки опять к проруби бегала». Таня вытаращила на бабушку глаза. «А как же ты бабушка увидала?» «Я тебя-то не видала, а вот следы твои видела», — сказала бабушка. «У кого ж ещё такие новые галоши есть?» «Ох, не слушаешься ты, Таня, бабушку». Таня опустила глаза, помолчала, подумала, а потом сказала. «Бабушка, я больше не буду не слушаться». «Бабушка, я больше не буду не слушаться».